Че в шапке? Че в шапке. Ксюха просила войти в перископ на тренировке. Она, кстати, давно не видела. Тебе привет большое. Ксюха, привет. Ксюха, привет. Она зашла, интересно? Привет, ребята. Мы на тренировке по штанге. Здесь у нас кроссфит доузен. А почему доузен? А, 12. Почему доузен 12? Кто сказал? Ну, дюжина. А, это дюжин? А почему 12? Это я где? Большой зал. Я уже сделал пару упражнений. Сегодня будет видео, и завтра. Шапка зачем? Потому что волосы у меня длинные волосы. И когда я что-то делаю, они лезут мне в глаза и мешают. И поэтому шапка. Результаты пока маленькие. Скажи маленькие. Так, вот у Димки маленькие результаты. Совсем маленькие. И он надевает свою шапку. Тяга чуть-чуть. Выш колен. Мертвая тяга. Иди сюда, чему. Сжимай. Давай, давай, давай. Гаут. 120 кг, да, тут? 120. 120 кг. Гаут. Ну, для мертвой тяги непривычно. Тяжеловато. Ух, давай, твоя очередь. Верчон, Верчон. Синяк. Синяк откуда? Спрашивает, откуда сидел? Синяк, конечно. Антонио Бенбеттик. А как тебя в инстаграме? Синяк. Это ты? Синяк. В инстаграме как тебе? Я с наук. А в этом? Альпесик. На штанге 120. Просто тяга вот делает с прямыми ногами. Я уже восемь раз сказал, что у нас ноги стоялся. Сейчас проходит уроки уроков. Клоков тренирует в WhatsApp. Я ему сейчас снимаю упражнения, отправляю. Антоха держит телефон и скидываю ему результаты. Следующее, по-моему, что у нас следующее? По ходу приседаний. По-моему, у нас еще один подход. Еще один? Десятый? Десять подходов, ё-моё. Десять подходов. Подержишь? Да. Можешь поговорить. Это мой друг Антон. Он кроссфит-тренер. И один из первых, кто начал это движение в России. Яйца взял с собой. У меня всегда яйца с собой. Вот. Поэтому, кому кроссфит интересен, можете вопросы пока позадавать. Я сделаю подходить. Казахстан, здорово. О, Казахстан, привет. Антон, привет. Финал. Привет. Какие дела? Отлично. Вот тут подходят друзья у нас потихонечку. А меня как? А, тяжелая атлетика. Не поверите, штанга упала на глаз. Как раз доделывает. О-о-о. Огонь. О, пропотел как раз. Вот так, играй, чтобы шею шерпал. Шею шерпал. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Твой подход. С кем потрался, Антоха? Гусев спрашивает, с кем потрался. Ой, я сейчас... Бонжур, бонжур, Париж. Штанга на глаз, говорит, упала. Но так не бывает. Не, он тоже, говорит, так не бывает. Говорит, делал... А знаете еще еще прикол? Я говорю, он только давно не тренировался. Говорит, я вообще месяц не тренировался, сбегал. Ха-ха-ха. Спалился. Ха-ха-ха-ха. Штанга упала. Ха-ха-ха. Понятно, как штанга упала. Так, мы что-то шумим, шумим. Люди там тренируются, а мы шумим. Так, что делать, друзья? Друзья, мне придется, видимо, отключиться. Мне надо выйти в этот WhatsApp, чтобы посмотреть тренировок. Оксана Ишантина, привет, Оксана Ишантина, Оксана Ишантина, привет. Жена не видела меня целый день, просила выйти. Хух, выйти просила. Ксюха, почему-то Саня Кожевников тобой интересуется больше, чем все остальные. Что за Саня Кожевников там? А что у нас на ужин, Мась? Не, по-моему, она не вышла. Ксюха вышла, не вышла? Привет, Солнышко. Здравствуйте, любимая. Вон твоя фотография, вот ты мой. Да-да, привет, привет, привет. Да, Ксюнчик. Лень заниматься спортом, но у нас такая деловая встреча. У нас деловая встреча, и мы обсуждаем дальнейшее ведение дел по нашему клубу. Пусть это будет не вайфов-центр, а центр спортивной подготовки Лишанькина. Зубы отбеливаю. В Таиланде купил специальный порошочек. Там такой порошочек есть с какими-то ядовитыми этими ингредиентами, и ты прямо когда херачишь, они прямо светятся. Ха-ха-ха. Фу. Котлетки вкусные, Мась. Спасибо большое, зайчик. Вот. Так что встречаемся, обсуждаем, как будет клуб выглядеть, что будет там находиться, какие будут цены. Вот. А здесь хороший зал. Хороший зал. Много людей. На Завинской набережной находится, где Марадона, куда Ксюша делала меню. И рядом Суха Румс, какая-то хинкальная. Вот. По-моему, не рядом здесь, не рядом метро. Но, тем не менее, людей прямо много. Вкратце вы кто, можно посмотреть в описании. Когда заходишь в перископ, там написано чемпион мира. Заслуженный мастер спорта. Ну, то есть, можно прочесть, что там написано. Ха-ха-ха. Как, как говорил один мой хейтер. Хейтер. Он говорит, со светлыми лучшими или с темными лучшими. Он говорит, а мне пофиг. Мне пофиг. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. На Кубке в Обрау участвовал. Руку пожали. Молодец. Хорошо, что участвовал. В следующий раз обязательно, обязательно приезжаю, обязательно участвую. За рулем не надо смотреть перископ. За рулем надо рулить и смотреть на дорогу. Долго отдыхаю, да. Но у меня сейчас матом не ругаюсь. Ксенечке не ругаюсь. В этом году Кубок будет обязательно. Где еще решаем, еще думаем. Обязательно будет Кубок. Конечно, а как без Кубка-то? Мы уже пять лет Кубок проводили. А через год будет юбилейный Кубок. Папочке нашему... Нашему папочке будет 65. И это большой юбилей. И мы должны пригласить много друзей, спортсменов. 25-30 потягин за подход. Ты молодец. Ты просто умница. Ты просто красавчик. Да, Наталья Гафурова. На наш Кубок приглашаются только по специальным пригласительным. Я даже знаю, что в Екатеринбурге планируется жить рядом с Гринвичем. На Радищево. Мы просто открываем там клуб. Где-то рядом открываем клуб. И будет хороший клуб. Непрофессионалы выступают. Рывок толчок. Не, я приседать пошел. Я пошел приседать. Друзья, всех обнимаю. А то уже остываю. Ксюнечка, тебя люблю. Ребят, всем удачи. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Смотрите видео. Завтра будет видео о тренировочке здесь в Кроусвит Доузен. Всех удачи. Хе-хе. Всем удачи. Всем удачи. Всех. Я вот читаю. До 45 нах. А сам удачи. Счастливо.